Благовестие Израилю и всему миру Баруха Шем, благословенное имя Господне! Добро пожаловать, возлюбленные, на новый выпуск передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия сегодня очень важная серия, она о Йом-Кипуре. Да, это время заплыва на новую глубину покаяния перед Господом. Покаяние – хорошее слово. Благодаря раскаянию Бог переводит нас на новый уровень. Если вы считаете, что это плохо, вы ошибаетесь. Каяться – это благо. Это хорошо – видеть свои грехи и новый путь для изменения. Оно действительно чудесно покаянием. Тем, что Иешуа раз и навсегда умер за наши грехи. Это так. Аллилуйя. Поэтому мы можем прийти к Отцу, зная, что Он любит нас, что Бог принял нас, зная, что мы Его возлюбленные. Я молюсь, чтобы Бог дал вам уверенность, чтобы вы открыли сердце Его свету, чтобы омыться кровью Царя Иисуса. Мы продолжаем изучение осенних праздников Бога. Эти дни установил Бог. Еще раз прочитаем книгу Левит, 23 главу, 4 стих. Заложим основание нашей программы. Слушайте Слово Господне. Вот назначенные сроки Господа, священные собрания, которые вы будете объявлять в назначенное время. Посмотрите два предыдущих выпуска этого цикла. Там я даю структуру, благодаря которой вы поймете сегодняшнюю тему. Хочу обратить сегодня ваше внимание на то, о чем я прежде не говорил. Снова обратимся к книге Левит, на иврите это Ваикра, 23 глава, 4 стих. Вот назначенные дни Господа, вот назначенные сроки Господа. В английском переводе Библии слово «Господь» в данной ситуации напечатано заглавными буквами. Всякий раз, когда мы находим священное имя Бога в оригинале Библии, я о сочетании букв «Ют-Хэй-Вав-Хэй», переводчики переводят его как «Господь». Нередко святое имя Бога, которое было открыто Моисею в книге «Шмот», то есть в книге «Исход», произносится с придыханием «Яхве». Надо кое-что разъяснить. Священное имя Бога не является существительным. Существительное — это личность, место или вещь. То есть Бога, нашего Создателя, нельзя ограничить именем собственным. Его имя «Ют-Хэй-Вав-Хэй». Оно является глаголом, выражающим продолжительное незаконченное действие. Когда Творец открыл свое имя Моисею в исходе 3 главе, в ответ на вопрос Моисея «Как тебя зовут?», он сказал Моше «Я тот, кто я есть». Часто переводят «Итак, я буду тем, кем я буду». Бога невозможно ограничить собственным именем. Назвать его Марком или Джо — это глупо. Мы относимся к имени личности так. Мы легко отождествляем имя человека с им самим. Нашего Создателя невозможно ограничить именем «Ют-Хэй-Вав-Хэй». То есть он выше такого рода ограничений. Он бесконечен. У него нет начала, нет конца. И свое имя, которое он нам дал, «Яхве», не является именем собственным, как обычно считают. Допустим, именем новорожденного человека. Родился человек, мы дали ему имя. Имя новорожденных отличается от имени Творца «Ют-Хэй-Вав-Хэй», потому что их имена определяют, кем они являются. А мы не можем дать Богу определение. Он выше наших ограниченных способностей. Хочу пролить свет на тему о назначенных сроках, о которых Господь сказал. Это установленные мною времена. Слово «Господь» в книге Левит 23 главе и есть имя Бога «Ют-Хэй-Вав-Хэй». Но он не имя собственное, как имя, которое дают новорожденному. Божье имя имеет отношение к продолжающемуся, незаконченному действию. Господь сказал, «Я тот, кто я есть. Я буду тем, кем я буду». Бог безграничен. Нужно чтить его и за это. Возлюбленные. Данные, назначенные сроки, как я говорил в прошлом выпуске, принадлежат всем, кто верит в Бога Отца. Эти торжества не только праздники евреев, не только празднества Израиля. Творец сказал, что это его назначенные дни. Если вы верите в Бога Израиля, благодаря Ешуа Хамашиаху, Мессии, то соблюдайте эти дни так же, как их соблюдает израильский народ. Говоря об этом в прошлом выпуске, я упомянул о первом празднике. Часто евреи называют его Рошашана, то есть Голова Года, потому что они верили, что в этот день Господь сотворил мир. Но более точное библейское название этому празднику — Йом Труа, праздник Труб. Мы говорили о важности праздника Труб в его изначальном историческом контексте. Также это пророческий праздник. Посмотрите эти выпуски. Суть в том, что в первый день седьмого месяца иудейского календаря, месяца Тишери, сынам Израиля было заповедано Трубить для напоминания. На той неделе мы говорили о том, что они Трубили в Шафары. Это напоминало им о Богоявлении на горе Синай. Исход — глава 19. Господь явил Себя Израилю. Более миллиона евреев у подножия Синая узрела его слава и услышала его голос. Это было Божие самооткровение. предваренное звуком Шафара, звучащего из духовного мира. Еще раз скажу, что эти праздники, дни, назначенные Творцом в прошлом, были частью исторического контекста, а также пророческими символами, указывавшими на будущее. На какие будущие события указывает праздник Труб? Откройте, пожалуйста, первое послание фессалоникицам, 4 главу, 16 стих. Господь еще раз сойдет с небес и явит Себя всему человечеству. Писание говорит, что это событие, опять же, предварит трубный звук, что будет звучать из духовного мира. Зазвучит труба, и Христос явит Себя. На основании твоего исповедания верой и в согласии с Божьей заповедью крещу тебя во имя Отца, во имя Сына и Святого Духа ты погребен и подобием Его смерти восстал подобием Его воскресения. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Я услышал об этом, о признаках второго прихода Иисуса Христа. Это подстегнуло меня принять Иисуса немедленно. Иисус просит нас отдать всю жизнь Ему. Ведь Он вернется. Когда Раби сказал, что это, возможно, последний шанс принятия Иисуса, и попросил бежать к сцене, я помчался. Возможно, это ваш последний шанс. До покаяния я ощущал влияние зла. А теперь я чувствую свободу. У меня все в полном порядке. Я очищен от всего, что было ранее. Иисус, мой Спаситель и Господин моей жизни. Возможно, Господь ведет вас помочь Равину Керту Шнайдеру во всем мире. Это учение, пастерство и евангелизм множество людей в Африке, Южной Америке, на Карибских островах и в других местах. И проповедь и служение Божьему избранному народу в динамичном телевизионном служении. Программа «Еврейский Иисус» достигает людей по всему миру. С вашей поддержкой Равин сможет нести истину Слова Божьего людям, которые в другом случае могут никогда ее не услышать. Заходите на наш сайт или звоните по номеру, указанному на экране, чтобы подтвердить свое участие и помочь Равину. В конце прошлого выпуска я говорил, что мы, дети Бога, живем в одни, приближающие нас к Его скорому приходу. А вот последние слова Иисуса. Да, я скоро приду. Многие знают эти слова давно. Иешуа, Иисус, вернется скоро. Что говорит нам Писание? Вот список того, что будет на планете Земля. Скажу так. Когда я перечислю события, что будет происходить в мире перед возвращением Иешуа, вы будете знать, воистину он придет скоро. Давайте рассмотрим их. На той неделе я говорил, что перед приходом Иешуа люди будут заниматься сексуальными извращениями. Мы читали о Содоме и Гаморе, ведь Иисус учил, что его приход предварит период, схожий со временем Содома и Гамора. Что происходило в этих городах? Экстремальные сексуальные извращения. Почему распространился гомосексуализм? Из-за тех людей. Далее разрушение института брака. Мы читаем последние дни, как люди противостоят браку. Сейчас мы видим такой тип мышления. Зачем вступать в брак? Зачем рисковать? Окольцовываться, а потом разводиться? Мы можем испытывать все радости супружества, не заключая брачного завета. Так говорят эти люди. Мы видим разрушение института брака. В тот раз мы видели в Писании, что в последние дни, которые приближают возвращение Иешуа, люди будут любить себя, а не Бога. Сейчас это очень видно. Люди прогоняют Бога из жизни. Они гонятся за удовольствиями. Люди-гидонисты. Потворствуют всем своим прихотям, удовлетворяя все свои плотские желания. Мы живем в эпоху, когда мир сломал ермо Божие и взвалил на себя иго-гидонизма, стал искателем наслаждений, искателем мирских вещей, а не отношений с Богом. Народы все больше и больше враждают против Израиля. Зрители из США. Президент Трамп назвал Иерусалим городом, где будет наше посольство. Мы видим подъем враждебности. Эта враждебность против Израиля будет расти. Будет возрастать давление и напряжение. Это происходит и будет происходить. Все сие ведет к возвращению Иешуа. Мне нравится следующий пункт. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 24 главе, что перед его возвращением Евангелие будет проповедано по всему миру. Как я говорил на той неделе, мы сегодня видим изобретение телевидения, радио и интернета. Сейчас уникальное время, когда Евангелие распространяется по всему миру. Благодаря этим технологиям почти весь мир слышит радостную весть, и Иисус готовится к возвращению. Мы закончили прошлый выпуск словами Даниила. Перед возвращением Мессии, в последние дни, сильно возрастет знание, и люди будут путешествовать. Мы живем в эпоху информационных технологий. Люди путешествуют по миру. Можно добраться в другую часть планеты на самолете за сутки. Мы видим феноменальные вещи. Только подумайте, эти предсказания были записаны тысячи лет назад. Как тысячи лет назад Даниил мог знать, что в последние дни в огромных масштабах увеличатся знания? И видеть, как люди будут путешествовать по всей земле. Как он вообще мог знать об этом, если ему не было видения в духе? Возлюбленные, а ему было видение в духе. Оно исполняется сейчас. Иисус цитировал Даниила как истинного пророка, который вещал о скором пришествии Христа и о грядущих событиях на нашей планете до возвращения Мессии. Мы рассмотрели эти пункты на той неделе. Я дам еще несколько до конца передачи. Следующий праздник называется Йом-Кипур, День Искупления. Вот еще несколько событий-признаков возвращения Господа. Лже-пророки, лже-учителя и ереси. Возлюбленные, мы сегодня слышим некоторых проповедников или лже-учения или проповедников, которые все время твердят о деньгах. Создается впечатление, что у некоторых проповедников все проповеди лишь о них. Это искажение истины. Мы должны отдавать от своего прибытка Богу. Это истина. Хорошее библейское правило. Отдавай не меньше 10% церковь. О 20% необходимо советоваться с Богом. Если вы отдаете финансы Господу, и Он у вас на первом месте в жизни, отдаете примерно 15% ваших доходов, и у вас должна быть уверенность, что на это вас вдохновил Бог. А вот что происходит. Люди слышали проповеди, которые толкают их к немудрым решениям. Почему? Потому что проповедники проповедуют, нередко преследуя неправильную цель. Сейчас обилие лже-учений. Учение о благодати. То есть спасение дается по благодати. Искажено. Мы слышим только о благодати, но нас не призывают каяться. Это неправильное послание. Потому что первое, что сказал Иисус, покайтесь, потому что приблизилось царство Бога. Иоанн Креститель возвестил о приходе Иисуса. Первое, что он сказал, покайтесь, ибо приблизилось царство Бога. Некоторые нынешние проповеди не содержат в себе призыв каяться. Или же слышим лже-учения. Писание говорит, в последние дни люди будут собираться вокруг лже-учителей, которые будут льстить слуху. Ну и на финал, возлюбленные, мы видим, как люди изгоняют истину Господа из мира. Здесь, в Западном мире, флагман всех стран Земли, Америка. В этом виновата ведущая нация мира. Что мы натворили? Сделали так, что десять заповедей уже не являются всенародным достоянием. Святой Дух все больше и больше отступает от человечества, потому что люди ограничивают его влияние. Все это готовит условия для появления Антихриста и возвращения Иисуса, который сокрушит и раздавит его. Это подводит итог сказанному в этом году. Возлюбленные. Для праздника труп. Теперь быстро перейдем к следующему празднику, который начинается через десять дней после праздника труп. Он называется Йом-Кипур, День Искупления. Это самый святой день в нашем календаре, кроме шаббата. Будучи мальчиком, каждый год я ходил в синагогу, в Рошашана и Йом-Кипур. Все соседские иудеи шли в синагогу в эти священные праздники. Йом-Кипур имеет отношение к искуплению. Почему и зовется о Днем Искупления. Мы читаем о нем в Старом Завете. В книге Левитт, в Исходе, первосвященник брал кровь быка и козла и приносил ее в храм. Затем он вносил ее в самую святую комнату Скинии, позднее комнату храма, под названием Святое Святых. В том помещении стоял ковчег Завета. В ковчеге Завета были 10 заповедей. Первосвященник брал кровь быка и кровь козла, выливал ее на верхушку алтаря. Это было покрытие ковчега Завета. Когда кровь изливалась на верхнюю часть ковчега Завета, Господь спрощал грехи сынов Израиля на один год. Ибо в книге Левитт, в 17 главе, Господь говорил, что жизнь плоти в крови. «Я дал ее вам для жертвенников искупления душ ваших». Так говорит 11 стих. Все в истории открывает кровь искупления. Для Песаха потребовалась кровь. Кровь покрывала сынов Израиля, защищая их от суда. Посмотрите на историю Израиля. Там постоянно фигурирует тема крови Завета. Дорогие мои, кульминацией Заветов стало распятие царя Иисуса. В Новом Завете этому посвящено послание к евреям. В Ветхом Завете первосвященнику приходилось приносить кровь ежегодно. Но потом Иисус пожертвовал собственной кровью и умер за наши грехи на кресте раз и навсегда. Благодаря такому приношению, благодаря пролитой им один единственный раз крови, Бог простил нам наши прошлые, настоящие и будущие грехи. Всякому, кто примет Иисуса, получит бесценный подарок – прощение грехов. Видите, почему Йом-Кипур – самый святой день в году. Все начинается с прощения. Пока мы не примем истину о том, что Христос искупил нас от греха, мы не сможем начать отношения с Богом. Пожалуйста, сегодня же, дорогие, признайте, что вы виноваты перед Богом. Скажите, «Бог, Отец, спасибо за Иисуса. Спасибо, Иисус, что ты умер за мои грехи. Спасибо, что пролил за меня свою кровь. Отец, я принимаю твой подарок – жизнь вечную. Отец, спасибо, что ты радостный Бог. Спасибо, что ты любишь меня и прощаешь. Отец, я радуюсь в твоем спасении сейчас. Я люблю тебя, Иисус. Я принимаю тебя и твое прощение. Помоги мне, пожалуйста, дай сил жить для тебя. Уступить тебе трон в моем сердце и стать свидетелем о тебе в этом мире. Здесь и сейчас, Царь Иисус, я навсегда отдаю жизнь тебе». Возлюбленные, ваши грехи прощены вам. Если вы молились этой молитвой и приняли Иисуса в сердце, Бог простил ваши грехи и очистил от тьмы. Начните новый день с Богом. Дорогая, я думал о том, чем я делился несколько недель назад, о худших моментах в жизни. Бог всегда любил и никогда не подводил нас. А все благодаря искуплению Царя Иисуса. Иисус разрушил барьер, грех. Благодаря подвигу. Иешуа ради нас, дорогие. Бог любит нас безусловной любовью и помогает нам в любую минуту. Есть моменты, когда Он воспитывает нас, учит нас тому, через что мы познаем Его любовь. Иисус разрушил барьер между Богом и человеком. Иешуа, мы хвалим Твое имя. Да, нас смотрят люди, они согрешили и считают, что Бог их отверг. Они построили защитные стены, чтобы не ощущать боль осознания своих проступков, не думать об ошибках, с которыми они ничего поделать не могут. Сегодня Бог желает, чтобы ты привел их к Нему. Это очень замечательно. Мы тут ни при чем. Главное — привести людей к Нему и к Его крестному подвигу. Он отмыл нас от нашего греха и дал новое видение жизни. Да, истина вот в чем. То, что ты таишь во мраке, остается во мраке. Но когда ты открываешь грехи, приносишь их на свет, признаешься в них и просишь обращения, «Кровь Иешуа смывает с тебя мрак, очищает, и ты становишься светом». Писание говорит, придем же смело к трону благодати, чтобы найти там благодать и помощь во время нужды. Дорогие зрители, пожалуйста, быть может, в вашей жизни есть то, от чего вам становится стыдно. У кого-то из вас что-то случилось в браке. Возможно, вы все время злились на спутника жизни, говорили гадости. Вероятно, кто-то из вас изменял любимому. Если вы никогда не выносили свои грехи на свет, пожалуйста, признайтесь в них прямо сейчас Богу Отцу. Попросите Его простить вас и очистить, и осветить вас во имя Иисуса. Нет такого греха, от которого Иисус не искупил бы человечество. Его выкуп совершенный. Нет такого греха, который не мог бы простить Иисус. Только если вы не отвергаете Его, тогда это удерживает вас от познания любви Бога и Его покоя. Дорогая, у нас осталось буквально несколько секунд, поэтому скажи благословение на людей, помолись за них. Спасибо, Бог Отец. Ты даешь украшение вместо пепла. Именно это происходит с нашими зрителями сейчас. Бог омывает сейчас вас от грехов, от тьмы. На вас украшение от Бога. Его красота на вас во имя Иисуса. Мы находимся в особенном сезоне. Возлюбленные, знаете, что данный сезон – это сезон дшувы, то есть покаяния. Истина в том, что часть верующих не хранят чистоты ради Господа. Тоже и скажу об их деньгах. Вы верите в Бога, но не доверяете Ему до такой степени, чтобы чтить с Его финансами. В Писании есть правило. Мы должны отдавать Господу не меньше 10% всех наших доходов, будь то еженедельные или ежемесячные даяния. Десятая часть ваших денег принадлежит Господу. Скажется, пытаешься мной манипулировать и в кошелек залезть? Я не манипулятор. Правда в том, что в данный сезон покаяния я прошу вас навести порядок в сердце ради Отца в области денег, если там нет порядка. Ведь если мы не отдадим деньги под начало Бога, то это верный знак, что наше сердце бунтует против Него. Хочу, чтобы вы были благословлены. Но важнее то, что этого желает наш Небесный Отец. Наведите порядок в области денег, и тогда все встанет на свои места. Шалом вам, возлюбленные! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои праздничные пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС со словом «РАБИ» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Благодаря вашему дару, Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. И напоследок многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейски Иисус, зайдите на сайт, адрес которого на экране. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог Отец сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге числа 6 глава 22 стих Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего и явит милосердие. Пусть Отец, Владыка твой, возрит на тебя светлым взором своим. И пусть снова и снова любимому чаду дарует мир. Откровение сегодня для лучшего завтра. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению «Узнавая еврейского Иисуса» очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать о вас. Отправьте нам молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Ваша история ободрит других людей. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Дорогие мои, если вы никогда не приглашали Иисуса стать вашим Господом и Спасителем и чувствуете побуждение к этому, знайте, это Дух Божий вас зовет. Заходите на мой сайт, Бог любит вас. В эти осенние праздники Бог напоминает, что возвращение Иисуса наступит скоро. Присоединяйтесь к нам через неделю, и вы найдете секреты верной Господу жизни. Продолжение следует...